и доброе утро из дарвиновского музея сегодня я вам расскажу немного такой особенности гусениц что не все из них питаются листьями среди гусениц есть некоторые хищные виды сам столкнулся с этим еще в детстве когда выращивал гусеницу получить из них бабочки думаю те кто интересовался природой наверняка этим тоже занимались подбирали для них какие-то растения клали их в банке я тогда заметил такую вещь что если посадить в одну банку несколько гусениц потом бывает что не все из них там остаются некоторые гусеницы куда-то таинственным образом исчезают я думал что они у меня сбегают но потом я узнал что оказывается есть хищные гусеницы которые могут поедать своих собратьев и не только у нас средней полосе так делают некоторые бабочки совки в том числе даже те которые живут на огороде собственно с ними то это проблемой приключилась которые питаются деревьями например или на капусте но природа так сказать более разнообразно и некоторых экстремальных условиях гусеницы становятся исключительно хищными и так произошло на гавайях это очень изолированный архипелаг на котором до прихода человека было очень много разных невероятных животных сейчас некоторые из них сохранились особенно это касается таких небольших животных как насекомые так вот там существуют гусеницы которые активно охотятся относятся они к семейству пяденицы то есть пяденицы от слова 5 то есть это те гусеницы которые передвигаются как бы такими шажками вот собственно вот это вот 5 наверняка вы это видели встречали такая гусеница похожа на веточку она может сидеть и неподвижно долгое время при этом передняя часть тела как раз с головой с лапками они очень удобно подходят для того чтобы хватать того кто пролетает мимо изображает веточку в каком-то месте открытом потому что есть но заросли какая-то крон или что ты там есть некоторые коридоры через которые насекомые часто летают они находят вот эти вот места становятся там поскольку она неподвижно то пролетающий насекомые не видит но гусеница ну вообще как все насекомые с помощью своих фасетчатых глаз очень хорошо видит движение и когда она вид движения на реагирует может чуть-чуть отклониться и соответственно схватить но у этих гусениц и есть достаточно неплохие когтистые хватательные ноги вот не такие как у богомола конечно но тоже вполне себе цепкие шесть ног с коготками держится гусеница за ветку с помощью своих дополнительных ложных ножек которые есть у всех гусениц здесь вот не нашли этим ложным ножкам очень такое вот полезное применение для этой самой охоты неожиданная я бы сказал ну соответственно у них есть жвалы то есть это насекомые с грызущим ротовым аппаратом как у всех гусениц они очень хорошо грызут все что угодно и древесину и вообще принципе гусеницы могут грызть и древесину и листья и различную там скорлупу очень твердые субстраты поэтому разгрызть покровы какого-то насекомого небольшого для них не составляет труда здесь не нужно какой-то специализации очень сувортового аппарата скорее тут более интересно их перестройка физиологии потому что перестройка с растительной пищи на такую животную пищу она требует изменений именно на биохимическом уровне составе гемолимфы чтобы это необходимо для того чтобы проходили нервные импульсы принципиальной разницы есть у хищных растительноядных насекомых как это происходит хотя у нас средней полосе эти гусеницы растительноядные но вот на гавайях они научились хватать пролетающих мимо себя насекомых и съедать их без этого развития из этой гусеницы бабочки будет невозможно но оказались бабочки гусеницы которых пошли еще дальше там же на гавайях очень много различных видов моллюсков сухопутных наземных улиток которые живут только на каком-то конкретном острове в какой-то долине этого острова их насчитываются там сотни видов и нашлись гусеницы которые питаются этими самыми моллюсками причем открыто это явление было относительно недавно чтобы все представляли что это за бабочка что-то за гусеница то есть это семейство украшенные молли от слова молли вы уже поняли что это очень небольшое невзрачное существо его гусеница значит у этой бабочки тоже небольшая охотится на маленьких улиток имеет чехлик который она делает из всяческого мусора а также и шелковых нитей которые выделяет и с помощью этого маскировочного чехлика гусеница подкрадывается к маленькой улитки начинает прикреплять не шелковые нити а потом закреплять их на субстрате чтобы улитка не могла уползти то есть она прикрепляет ее раковину и потом уже когда улитка не может удрать на начинает ее есть причем поедает ее заживо потому что никаких способов для убийства улитки у этой гусеницы еще не разработано это я так понимаю что относительно недавний такой способ питания у бабочек ну а потом из этой гусеницы получается ну такая вот средняя моль которая летает по ночам питается на цветах здесь также еще упомяну что кроме хищных гусениц бабочки могут быть плотоядные и во взрослом состоянии есть такой род совок калиптора один из этих видов встречается и в подмосковье василисниковая совка она довольно редко но центр разнообразия этих совок находится в юго-восточной азии эти совки способны пить кровь кровь крупных позвоночных животных активно нападать как комары прокалывать своим каботком ткани у калиптор это явление известно что он нападает и на человека так что бабочки бывают и вот такие причем и в наших широтах но обычно люди этого не замечают потому что нас первую очередь кусают комары и ну ночью кусает комары поэтому люди просадут еще один очередной комар ну что такого собственно укус этот бабочки он не смертелен не болезнен достаточно хорошо заживает вот есть такие бабочки вампиры тоже вот разбудила вас сегодня на самом деле не хищная гусеница а гусеница на которую наоборот охотятся но охотятся на нее не другие насекомые а птицы поэтому она издает звук напоминающий крик испуганной синицы с которым все остальные птицы прячутся чтобы не попасть в лапы хищнику вот такая вот защита